Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире интервью с президентом Арменаком Абрамяном. Присутствие азербайджанских военных на границе является нарушением права жителей на жизнь омбудсмен Республики Армения. Законопроект о признании геноцида против армян внесен в парламент Великобритании. В Джабахке открылась шестая лаборатория Армат. Свидетельские показания пережившего геноцид против армян Акопа Асатуряна. Армянское наследие – это часть всемирного наследия человечества Джонатан Локот. Новое издание Израиля Чарни раскрывает давление Анкары на Израиль в связи с геноцидом против армян. Презентация книги «Армянские церкви Ирана». По эфире телекомпании «Западная Армения» президент Республики Западной Армении Армен Акабраамян затронул темы обсуждавшихся в ходе встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Республики Армении Никола Пашиняна. Он рассказал о важности элементов Джавахи и возможных вариантах обеспечения их благополучия. Президент Армен Акабраамян подчеркнул необходимость борьбы с общей повесткой Дня Армян. В нынешней геополитической ситуации разговоры о Единой Армении вновь активизировались. Президент Абраамян также коснулся этого вопроса, подчеркнув, что единственный путь к прочному миру в регионе – это неукоснительное выполнение международных соглашений, а не советское административно-территориальное деление. Факты и анализы, собранные защитником прав человека Армана Татойана, доказывают, что присутствие вооружённых сил Азербайджана в приграничных районах Сюнигской и Гегахунигской области является нарушением права на жизнь жителей приграничных общин в соответствии с Европейской конвенцией. Защитник прав человека заявил на пресс-конференции, что есть прецедентная практика. Можно обосновать, что их присутствие является нарушением права на жизнь. Составляющие здесь могут быть разные. Пропаганда ненависти, вражды со стороны Азербайджана, военные преступления, совершённые всего несколько месяцев назад, пытки и так далее. Учитывая, что военные находятся в прямом подчинении власти Азербайджана, в частности президента Азербайджана Ельхама Алиева, то они будут реализовывать эту политику, особенно время от времени стрелять, сказал Татойан. Защитник прав человека также реализовал право на личную свободу и неприкосновенность, которая также была нарушена Азербайджаном. По словам Татойана, в Азербайджане грубо нарушены имущественные права своих жителей. В британский парламент внесён законопроект о признании геноцида против армян. Об этом сообщил Армянский национальный комитет Великобритании на своей странице в Facebook. Законопроект был внесён депутатом Джоном Спевардом. Он будет обсуждаться в палате общин 10 декабря этого года. Напомним, что геноцид против армян был совершён с 94-го года 19-го века по 23-й год 20-го века в Западной Армении, Турции, сменявшими друг друга правительствами Османской империи. 12 июля в Ниноцминде Джавахке открылась новая инженерная лаборатория «Армат» молодёжный центр «Рафаэл Джавахк» был переполнен. Именно здесь детей Ниноцминда будут обучать информационным технологиям, современной инженерии и робототехнике. В Самске-Джавакете уже 5 таких лабораторий. Первая лаборатория открылась в Вахлоке-Алаке в 2018 году. Затем в селе Хештия Ниноцминского муниципалитета действует Армат. В селе Дамала Аспинзинского муниципалитета есть лаборатория в Ахолцехе-Гхальт. Программа по созданию Армат в Ниноцминде реализуется фондом поддержки Джавахка, благотворитель Армен Гарслян. В сотрудничестве с Молодёжным культурно-образовательным центром «Рафаэл Джавахк», Армянско-Апостольской церквью и Союзом предприятий передовых технологий. Акопа Сатуриан родился в 1903 году, скончался в 2003. Переживший геноцид армян. Показания записаны 24 апреля 2003 года в Нью-Йорке в рамках 88-й годовщины памяти жертв геноцида, совершенного против армянского народа. Сам он только что отметил своё столетие. Посол Франции в Армении Джонадон Лакот анонсировал начало масштабной программы защиты и сохранения культурного наследия Армении при содействии посольства и Французского института национального наследия. Франция мобилизуется в помощь Армении, пишет Лакот в Фейсбуке. Армянское наследие является частью всемирного наследия человечества. Известный эксперт по геноциду евреев Исраиль Чарни призвал правительство Израиля признать геноцид против армян. Как сообщает Армен Пресс, в свет вышла новая книга учёного «Неудачный ответ Израиля на геноцид против армян. Отрицание, государственный обман, правда против политизации истории». Где учёный раскрывает, как Турция продолжает оказывать давление на Израиль, чтобы тот не признал геноцид против армян. Стратегия давления состоит в том, чтобы отказаться от использования термина «геноцид против армян», запретить армянам участвовать в конференциях, посвящённых геноциду, и отменить конференции, на которых присутствуют армяне. Казета Джарусалампост, ссылаясь на книгу Чарни, отмечает, что автор отметил, что Турция всегда возражала против обсуждения Израилем геноцида против армян, и эта страна выполняла требования турецкой стороны. Уважаемые соотечественники, Фонд изучения армянской архитектуры и Центр исторических церквей Ирана приглашает вас принять участие в презентации книги «Ширли Аветян. Армянские церкви Ирана». 22 июля в 19.00 в здании общественной организации «Крест армянского единства. Дом Мачанца». Адрес Республика Армения, город Ачмятин, 1101, Шаумян, 36. Вход свободный. Адрес Республика Армянских церквей Ирана. Субтитры создавал DimaTorzok